Первое, что беспокоит городскую общественность, это вопрос экологического контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды. Ведь на месте планируемых работ по расширению зоны катания произрастают краснокнижные растения. Инженеры и проектировщики компании «Газпромсоцинвест» спешат успокоить. В проекте по развитию горнолыжных трасс предусмотрены мероприятия по пересадке редких растений. Определены и места. Специалисты, представляющие интересы владельцев горнолыжных курортов, подчеркнули. Разработан и проект рекультивации земли. Сочинская общественность совместно с экологами-экспертами высказала пожелание провести собственную оценку воздействия на окружающую среду. Ко всему прочему, проект должен пройти государственную экологическую экспертизу, что считается обязательным при проектировании на особо охраняемых природных территориях. Если мы сегодня удовлетворим друг друга, то есть мы не увидим рисков особых, или увидим какую-то проблему, которую не хотят решать или не могут решать, конечно, по закону мы два месяца можем обсуждать в различных формах. Это в интересах города. Сохранение окружающей среды – это очень важно. Потом отдадим это и общественности, и специалистам, для того, чтобы мы могли четко сказать, да, это нужно, но это не вредит. Один из главных вопросов сегодня будет поставлен о допуске нашей рабочей группы на период строительства туда для осуществления контроля. Второй вопрос, который обсудили участники «Круглого стола», это введение единого скипаса на курортах Красной Поляны и, соответственно, объединение горнолыжных курортов. Все эти меры, как и расширение зоны катания, призваны увеличить турпотоки. Здесь общественность интересует, какую пользу от масштабных проектов получит непосредственно город. По результатам в том числе этого телемоста с разработчиками и главными инженерами проекта по развитию горнолыжных территорий Красной Поляны в городе пройдут общественные слушания.